Всем большой привет! И начать свой новый влог я хочу вот с этой маечки, которую я вам не показала в итоге. И хочу с вами посоветоваться. Я ее вязала, так скажем, как эксперимент, поэтому не снимала мастер-класс. Но вот сейчас подумаю, может быть, снять все-таки хотя бы какое-то краткое описание. Хотя это очень простая летняя майка такая. Не сказать, что прямо на самую жару, да, но градусов до 25, наверное, можно такую носить. И самое главное, это у нее цвет. Вот такие вот полоски серые. Айкорд вот здесь вот понизу. И форма мне нравится. Она такая универсальная. Обычная простая майка, которая подойдет под любой, в принципе, образ. Так, вот что-то она немножко перекручивается. Мне очень понравилась пряжа, из которой я вязала. Я вставлю вам фотографию. И очень-очень она красивая. И по цвету, и петельки после стирки очень хорошо так распрямляются. Вот, да, вы видите, полотно как будто бы на машинке связанное. Очень-очень качественная пряжа. Вот. Еще не спрятала я ниточки. Собираюсь их, наверное, все-таки склеить, потому что пряжа скользкая, хлопковая. И она, боюсь, будет выскальзывать, если буду заправлять. Вот. Это работа. И еще у меня носочки пошли. Я вязала носки. Вставлю фотографию, вам ее уже показывала. И это второй уже их вариант из той же пряжи, но с другим узором. Здесь у нас вот такие вот ораны, переплетения. Тоже я их делала буквально вот просто рисуя на полотне, никуда не подглядывая. Мне нравится, как они получились. Здесь закрытие прямо до конца я сокращала и потом стянула все. Все сколько там? 6 петель, да? Вот. И здесь чуть-чуть подлиннее у меня вот эта резиночка сама. Пятка точно такая же. Расчет петель все то же самое, только вот такой вот узор. И сейчас я вяжу второй носочек. И вяжу уже, если честно, третий день. Люди говорят о карантине, о том, что вязальщицам, и тем более тем, кто работает удаленно, на ютубе, зарабатывая, тем повезло. Но, к сожалению, вот все равно не хватает времени, потому что дети дома, и я целыми днями нахожусь с ними, и забочусь о них, они еще маленькие, все равно требует очень много внимания. И так получается, что вязать не удается практически. Вот. Да, и если честно, у меня как-то иссякли идеи. Вот на носках, я думаю, отыграюсь немножко, хотя бы в период, когда у меня нет вдохновения, я повяжу что-то для пользы. Потому что носочки нужны всегда. Мама, у меня не повысило. Итак, никаких мыслей по вязанию у меня вообще нет сейчас. И все дело в том, что я не хочу вязать из шерсти, чтобы эти вещи лежали потом, и ждать следующего сезона. Как-то мне кажется, это не очень логично. Хотя, если будет вдохновение, то я обязательно что-то свяжу. Но пока мне хочется вязать что-то летнее. Вот у меня уже есть задумки связать сумочку. Может быть, даже несколько таких. Пляжную обязательно в этом году свяжу. Прям удачную я хочу. Я должна это сделать. В прошлом году мне не удалось. В этом году я хочу оправдаться сама перед собой и сделать что-то классное. И хочу связать что-то летнее себе и детям. И вот у меня вот такая вот есть пряжа. Пряжа называется Диафины от Сиам. Здесь в составе 45 хлопка, 15 льна и 40% вискоз. Таких у меня три моточка. Я думаю, что на майку мне вполне хватит. Только на этот раз я хочу сделать ее по типу футболки. Такую немножко пошире и по типу футболки. Я надеюсь, что получится. Здесь пряжа более тонкая. И думаю, будет классно. Только нужно придумать узор и вообще модель. В общем, взяться за это дело. Также мне присылали... Вальчика из Германии мне присылала вот такую вот пряжу. Я не помню, сколько там мотков надо посчитать. Но их много достаточно. Из этого я хочу сделать Алисе платье. Но платье не такое, знаете, с рюшами какое-то. Вот такое принцесса. Платье принцессы. Хотя она это любит очень. Хочется что-то более такое современного покроя. И не знаю, может быть, вот просто так оставить. А из этого связать еще и топ какой-то. Ну, в общем, пока еще точных каких-то мыслей у меня точной модели не сложилось в голове. Но я думаю, что... Или вообще вот просто светлое платье. Вот такого вот. Если хватит. А из этого топ сделать. Ну, как-то скомбинировать. А может быть, с градиентом что-то. Не знаю. В общем, подумаю еще. И недавно мне пришел подарок на 8 марта от Везунчик Маши. Здесь 5 моточков вот такой пряжи. Мерсеризованный хлопок. И такой тоже девчачья расцветка. Девчачья такая. Здесь пряжа потолще. Из этого я хочу сделать для Алисы же кардиган. У нее есть один примерно вот такого вот цвета. Вот такого фиолетово-сиреневого. Но там я его перевязывала. Он не стал маленький. Я перевязала чуть побольше. И поэтому рукава стали размером 3 четверти. Или даже по локоть сейчас. А я хочу сделать именно полноразмерный ей кардиган. План такой широкий. Прям, ну, не сильно, но в меру ее размера. С рукавчиками. И вот я помню, что и осенью, и весной она носила. Тот прям очень-очень... Он нужен был в гардеробе. Так что я думаю, что в этом году я сделаю замену. Вот такие вот у меня планы. Ну, вот эта пряжа тоже лежит передо мной. Но взяться за нее я никак не могу. Сейчас свяжу второй носок. И тогда уже за что-нибудь из этого обязательно возьму. Большой привет! Я наконец-то решила поснимать видео, да. У меня, если честно, вообще не было вдохновения. Я не понимала, что мне вязать. Потому что погода шла на улучшение, на потепление. Вязать что-то шерстяное совершенно не хотелось. И я решила, что буду заниматься вязанием уже из летней пряжи. Ну, одежду тоже неохота, если честно, вязать. Поэтому я решила взяться за аксессуары и всякие интерьерные штучки. И я вяжу вот что-то такое красное. Это будет морская звезда. Подушка для сына. На его кровать. И я не знаю, может быть, с одной стороны я выше еще глазки, там ротик. Потому что это, ну, так будет веселее. Не знаю. Может быть, и без этого обойдемся. Посмотрим. Я давно уже хотела распустить свой джемпер из полухлопка. Из довольно-таки толстого полухлопка. Потому что в нем реально жарко. У меня был такой с пальмой. И я его носила несколько раз. Ну, буквально два-три. И все. И он лежал, лежал, лежал. Я его даже при переезде забрала с собой. Хотя распродавала там, раздавала вязаные вещи. Но его я все-таки увезла с тем учетом, что распущу пряжа. Это подойдет для интерьерного вязания или для игрушки какой-то. И вот, наконец, дошли до нее руки. Я до него руки, до этого джемпера я распустила. И вот вяжу такую вот подушку-звезду. Сейчас вот одну часть я уже связала. Она будет не слишком большая, наверное. Потому что я решила вязать в две нити. И, возможно, пряжи не хватит на большую. Поэтому такой средней величины будет подушечка. Вот. Это одна часть. Сейчас я уже начала вязать вторую часть. Потом я их соединю. Разделю количество петель на 5. И буду вязать уже вот таким вот образом. Отмечу маркерами вот это вот все. И буду вязать уже по кругу каждую сторону звезды. Вот. Сокращая по краям. Потом набью холофайбером. У меня наполнитель уже даже давно тоже лежит для этих целей. Вот. Еще у меня была идея связать автобус. Ну, для мальчика, наверное, была бы хорошая идея. Актуально, классно. Автобус-подушку. Я увидела в Икеа. И решила повторить. Но что-то я и так, и так подходила к этому вопросу. Как это все вывязать. Либо жаккард, либо потом сверху вышивать или вывязывать. Короче, я бросила пока эту затею. Слишком она мне показалась сложной. И, наверное, результат меня бы не порадовал. Могло такое случиться. Поэтому я решила взяться за проверенную схему. Эти описания есть и здесь на ютубе. Забиваете подушка звезда и находите несколько вариантов. И есть также просто в интернете описание. Я набрала 8 петель, сомкнула в круг и в каждом ряду делала прибавки. В одном и том же месте каждый раз. И поэтому получается 8 клиниев. Для подушки звезды это вот эти вот углы. Они даже хороши. Она будет такая структурированная. Структурированная такая. В общем, интересная. Поэтому именно такая схема и подходит. Вот. Еще у меня в планах связать игрушку себе вот сюда вот. Я уже давно хочу себе связать какую-то игрушку с такими ножками свисающими. Не знаю, может быть это будет куколка. Может быть это будет зверушка какая-нибудь в платьишке. Что-то хочется найти тоже на ютубе, чтобы не выдумывать, не придумывать что-то проверенное. Я игрушки и вообще крючком создавать что-то. Для меня это очень сложно. Лучше взять схему, описание и вязать. Также хочется подготовить видео об вязаных аксессуарах на лето. И для интерьера тоже может быть что-то интересное. Я уже начала откладывать в Pinterest идеи. Так что в скором будущем выйдет на моем канале такое видео. Кому интересно, подписывайтесь, во-первых, чтобы не пропустить. И во-вторых, ожидайте буквально вот на этой неделе я должна выпустить его. Хочется, знаете, и себя вдохновить, и вам что-то интересненькое предложить. Потому что начинается наш невязальный, так скажем, сезон. Но все-таки большинство, наверное, продолжает вязать. Я не представляю, чтобы я сейчас вот отложила спицы, крючок и вообще ничего не делала. Все равно я периодически вижу, даже сидя на... Вот сейчас мы сидели на карантине 10 дней, не знаю, решила посидеть с детьми. Мы вообще никуда не выходили, вот просто вообще, ну, целыми днями дома. Но повязать, к сожалению, мне много не удалось. Потому что это сложно с двумя детьми, которые постоянно чего-то требуют, забот, хлопот. И, ну, вот так вот. В общем, мне легче вязать, когда их нет дома или когда они спят, допустим. Так вот, вернемся к тому моменту, что большинство вязальщиц все равно рукодельниц продолжают заниматься своим хобби даже летом. В невязальный сезон просто мы немножко переквалифицируемся на из дизайнеров одежды, дизайнеров интерьера. Вот. И можно повязать еще сумочки, шляпки, ну, вот и для интерьера какие-то корзинки, может быть, подушки, игрушки. Что-то красивое, возможно, именно летнее, каких-то таких цветов пастельных, нежных или ярких, красочных. Чтобы украсить наш дом, чтобы поднимало это все нам настроение и говорило о том, что лето пришло. Вот. Но сегодня у нас, кстати, холодно на улице. Опять похолодало. Я вот надела кардиган. Кстати, это видео по кардигану мастер-класс неожиданно для меня. Она прям очень неожиданно выстрелила и набирает просмотров очень много и подписчиков много пришло. Я рада вас всех приветствовать, новые подписчики мои на моем канале. Если вы найдете здесь что-то полезное для себя и останетесь со мной надолго, то я этому буду безумно рада. И да, сейчас многие, наверное, сидят на карантине и вяжут, и смотрят видео. Так что... А это как раз мои любимые занятия. Так что я буду продолжать это делать и снимать для вас. Ну, мы карантин нарушаем. Вот вчера и сегодня дети пошли в сад. Сады в России все работают на свободном посещении. Правда, у нас объединили группы, и сыну вот не нравится группа, в которую он ходит. Поэтому я не знаю, может быть, и из-за этого в том числе мы опять засядем дома. Я не хочу слишком паниковать, но и все-таки нужно быть осторожными. И чаще мыть или протирать руки, обрабатывать их антисептиками куда-то, когда вы ходите, после магазина, после общественного транспорта, прям обязательно. И по возможности, конечно же, поменьше куда-то выходить. Но если это невозможно, если невозможно сидеть дома, то нужно себя оберегать и своих близких, своих детей в том числе. Я надеюсь, что мы все это скоро переживем, и наша жизнь войдет в обычное русло. Наш мир станет похожим хотя бы, он уже, наверное, не станет прежним, но хотя бы похожим на прежний. И для чего-то нам все это нужно. Для чего-то это все нужно человечеству. Так что время переосмыслить ценности свои. Ну, посмотрим, как все будет. В любом случае надо искать какие-то плюсы. Да, ведь позитив спасет мир. И я желаю вам хорошего настроения, вдохновения в вязании. И вообще всего-всего самого доброго. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»